Руки, ноги, полный набор. Краевой госпиталь для ветеранов. Здесь проходят лечения не только участники Великой Отечественной войны, но и ветераны других боевых действий. У всех проблемы почти одни и те же, неврологического характера. Многие после контузии. У Владислава в прошлом Афганистан, у Сергея Чечня. Оба два раза в год проходят госпитализацию, физиотерапию, капельницу, уколы. Вот только последние два года госпиталь три раза перепрофилировали под ковидное отделение. А значит, про плановую помощь можно было забыть. Нигде практически лечение было сложно пройти, как по месту жительства. В поликлинике там не проводили, будем говорить, вот такую плановую помощь. Где-то таблетки дополнительные, ну какие-то советы, где-то интернет помогал. Я сюда попадаю уже, либо можно сказать практически по скорой помощи, когда меня сюда везут, доводят или дохожу до этого состояния. Либо жду вот того момента, как только мы вот в прошлом году открывался, буквально там, наверное, на месяц, и мы сюда стояли, можно сказать, в очереди. С апреля врачи приступили к своим прямым обязанностям. Признаются, соскучились по своим ветеранам, а от красной зоны порядком устали. Это огромная нагрузка, это очень тяжелые условия работы, это достаточно тяжелые больные, высокая летальность. Естественно, мы все люди, мы все к этому относились и переживали, и расстраивались. В доковидные времена в госпитале принимали около 6 тысяч пациентов в год. Уже известно, что военные, которые сейчас находятся в Украине, тоже смогут здесь проходить лечение. Уже президентом подписан указ, что те ребята, которые сейчас выполняют свой долг на территории Украины, они приравнены к участникам боевых действий. А категория участники боевых действий, согласно федерального закона о ветеранах, подлежат лечению у нас. Добавим, что на сегодняшний день в крае работают 17 ковидных стационаров, развернуто свыше тысячи коек, для сравнения, еще месяц назад было более трех тысяч коек. Это дает надежду, что коронавирус отступает. Вопрос, надолго ли? Ирина Корчагина, Вадим Быстревский, День с толком.